Если в Большом Камне любую маломальски приличную квартиру готовы арендовать строители завода «Звезда», то во Владивостоке спрос на недвижимость подогрел Восточный экономический форум. На время проведения ВЭФ квартиры премиум-класса и гостиницы от трёх звёзд и выше разлетелись как горячие пирожки. Отельеры признаются, свободных мест на начало сентября уже нет. По данным Департамента туризма Приморского края, потребность в номерном фонде участников ВЭФ в 2017 году составила 6000 мест. Из них 4300 номеров предоставит Дальневосточный федеральный университет. Ещё 1680 номеров, 22 гостиницы, рекомендованные специальной рабочей комиссией. Таким образом, потребность в номерах будет закрыта. Гостиницы делают всё, чтобы разместить высоких гостей с комфортом. Многие модернизируют свои фонды. Более сотни номеров потянутся к категории 4-5 звёзд. Подготовка велась за полгода до ВЭФа. Что мы сделали? Мы обновили номерной фонд, мы усилили меню в ресторане, мы сделали его новым. Мы усилили шведскую линию на завтраки. Ресторан в это время будет работать до последнего гостя. Меню обновили, добавили позиции новые, абсолютно новые. Номерной фонд, сделали ремонт косметический. Где-то добавили мебель, подкрасили, что-то подделали. Такой мелкий ремонт. Помимо выполнения требований рабочей комиссии, владельцы гостиниц проявили смекалку, чтобы порадовать своих постояльцев. Отельеры усилили бар, заказав спиртные напитки премиум-класса, наполнили аквариумы живым крабом и гребешком, подготовили подарки дальневосточной тематики для клиентов и проверили знания английского языка у персонала. Однако всех гостей города нужно не только разместить, но и сытно накормить. По данным пресс-службы администрации Владивостока, питание гостей, волонтеров, журналистов, технического персонала, служб безопасности форума будет обеспечивать более 100 точек питания. В их число входят кафе и рестораны на территории города и кампуса ДВФУ, временные точки питания в корпусах, где будут проводиться деловые мероприятия ВЭФ, передвижные точки для технического персонала и так далее. Всего в реестре на сегодня 19 точек питания при гостиницах и 22 отдельных кафе и ресторана. И я думаю, гостям нашего города и гостям форума, Восточно-экономического форума, будет интересно посмотреть, что же такого приготовили рестораторы. В частности, будет проводиться фестиваль дальневосточной кухни, именно морепродукты. Также к форуму готовится фестиваль дальневосточной тайги, где можно будет уже попробовать не только морепродукты, а именно вот те дикоросы, которые произрастают в дальневосточной тайге. Практически каждое уважающее себя заведение включило в меню дары тайги и дары моря. Первое меню состоит из папоротника, черемши, кедрового ореха, лимонника, а также дикого мяса, кабана и зюбра медведя. Второе – самые разные морепродукты. На первом месте среди них – гребешок. Также рестораторы будут удивлять устрицами – нашими, тихоокеанскими, трепангом, который очень любят китайцы, красной дальневосточной рыбой. Те рестораны, которые заинтересованы в дополнительной, а может быть зачастую сейчас в сезон и основной прибыли, они работают уже и с английским, и с китайским, и с корейским меню. И у них персонал, ну по крайней мере кто-то старший в смене из официантов разговаривает по-английски. Зачастую не только по-английски, но и по-корейски, и по-китайски. Так что мы готовы. Как уверяют эксперты, наши рестораны и отели полностью готовы к приему высоких гостей. Впрочем, сегмент гостеприимства во Владивостоке находится на хорошем уровне. Бизнесмены почувствовали, что на туристах можно и нужно делать деньги. И потянули сервис, продукцию и услуги до мировых стандартов. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.